Вы же снимаете, что ли? Будем использовать не борную кислоту, как тут написано, а... Поздравьте меня, я переборщила с загустником. Очень хорошо. Всего лишь половинка. Точнее, вот этот. Ты тут откуда? Кажется, глина загустила своим. Не кажется. Зубная паста в помощь. Это должно работать, должно. Вот такой вот у нас получился самик. Вот такого вот. Всем привет! И сегодня мы с вами будем делать прозрачный самик. Из вот такого вот конторского клея. Тут 200 миллилитров. Мы будем использовать вот такой вот загуститель. Титраборат натрия, разбавленный с водой. Мыло. И пену. Ну что же, поехали. Добавляем клей. С вами должен получиться примерно 150 миллилитров или 600. Надеюсь, получится 150. Закрываем. Добавляем титраборат натрия. Думаю, надо совсем немножко. Буду я сегодня мешать вот такой вот ложечкой, которая вообще не гнется. Клей сразу же вот так вот загустился. Достаточно большой спусток. Я думаю, я даже слишком много положила. Мешаем. Главное не переборщить с титраборатом. В прозрачном клее уже образовались пузырики. Поэтому мы ставим будет не клеем. К сожалению. Вот так вот этот ставим пока что плюхает. Если же у вас есть возможность, то лучше используйте для качества лучшего. Не титраборат натрия разбавленная с водой, а титраборат натрия без воды. Так будет лучше. Если же вы делаете слаймы на продажу, то если вы хотите сделать клея слайм, оставьте его на несколько дней, и тогда все пузырики выветрятся, и у вас будет супер прозрачный слайм. Если вы, конечно же, не будете добавлять краситель. Добавлю-ка я еще. Я очень люблю добавлять ингредиенты в другие, кроме как клея и титрабората, то есть загустителя. В вашем случае это может быть сода разбавленная с водой, персил, средство для мытья посуды или для мытья и застиралки. Я не помню. Или что-то там еще. Или же бурная кислота разбавленная с мылом и водой. Ну так вот. И я люблю добавлять именно вот мыло, пену, глину, maybe. Именно уже в конце процесса. Думаю, можно уже замешивать руками. Прощай, стол. Поздравьте меня, я переборщила с загустителем. Очень хорошо. Не совершайте такую ошибку. Уже долго мешать, чем добавить еще. Я делила кусочек этого слайма. Вот этот кусочек здесь побольше лежит. Пока что изменим только вот этот вот. Я его перезагустила, поэтому сейчас мы добавим пасту. Из ниоткуда надо добавить совсем немножко. Буквально вот так вот. Этого даже будет, по-моему, слишком много. Мешаем. Немного по-другому. Ну, паста его не сильно сгущает. Странно. Хотя намного лучше. Этот сам уже чувствует себя, чем его остальные кусочки. Остальные кусочки прямо рвутся, рвутся. А этот уже хоть немножко тянется. Думаю, надо еще помешать. Ну, он уже тянется немножко. Надо еще помешать. Паста его сделает нормально, надеюсь. Ну, да, он уже не похож на ту липучку, которая была. Он уже даже тянется. Это маленький кусочек. В общем, я поняла, что именно вот этой вот пастой колдит нужно примерно вот такая вот горошинка. Вот такая вот горошинка. Ну, уже с вами получше. Будем добрать кусочек вот такой-то. Мешаем. Добавлю, пожалуй, еще. Еще пасту. Никогда не добавляйте другой пасты. Столько много. Мешаем, мешаем. Этот сам уже жидкий, похож на клее. Видимо, слишком много добавила. Но ничего, не есть, чем разгущать. Ну что же, этот сам уже намного лучше тянется, да, Люсику? Люсику? Ну, я думаю, надо будет еще немножко пасты добавить и очистить нашу коробочку. Вот такая вот розочка. Сейчас будем очищать коробочку. Самое не особо охотное дело. Люси, ты куда? Люси? Куда же ты могла? Смотрите. Ладно, очищаем коробочку, чтобы в следующий раз ее использовать по назначению. Я думаю, что это будет в скором времени контейнер для нашего сайма. Мешаем. Клещику тебе скучно? Еще тугой. Добавим еще пасты. Но, к сожалению, он теперь плянется не в прозрачную планочку. Вот так вот. Это, я думаю, из-за большого количества пасты. Если же вы будете добавлять прозрачную пасту, к примеру, с каким-то оттенком голубым, то, в принципе, два штайма не должен изменить особо свой цвет. Добавлю еще. Ну, как видите, сэм уже почти такой, каким должен быть. Правда, я еще не так хорошо перемешала. Будем мешать. Дальше. Редактор субтитров Н. Он отлично хрустит, отлично кликает, отлично тянется вдоль. А в пленочку сейчас посмотрим. В пленочку тоже отлично тянется. Сейчас попробуем надуть пузырь. Вот такой вот пузырь. Продолжаем чистить коробочку. Вроде почистил. Добавим пены, которые у меня, как оказалось, по-моему, нету. А, нет, есть. Добавлю совсем немножко, потому что она у меня уже заканчивается. И мыло, но это потом. Так вот. Мешаем. Ну, наконец-то. Вымешала. Пену из кадра. Мыло в кадр. Тянем, тянем слайм. Эта глина, в принципе, сама по себе похожа уже на слайм. Только она не тянется в пленочку и не тянется вообще. Добавляем ее в слайм. Сделаем вот так вот. По эпическому. Скажем так. На ваших глазах этот слайм поменяет цвет. Возможно. А, возможно, немножечко изменится. Ой. Кажется, глина сгустела своим. Не кажется. Зубная паста в помощь. Добавляем, добавляем. Добавляем. Мешаем. Ну, почти перемешался. Он уже опять тянется. Мешаем. Мешаем. Ну, как видите, он все-таки поменял цвет. Мешаем. 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 Люси. Добавлю еще паста в помощь. У нас получился примерно 150-140 мл, как я и хотела. В общем, да. Еще мешаем. Закрутим розочку. Пробуем еще раз. Вот такая вот огромная розочка. Ну и что же, наш с вами вот такой вот получился, зеленого цвета, цвета морской волны. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. С вами была я, Илющик Учан. Всем пока-пока!